Ёлочные украшения разных стран мира Украшать деревья зимой стали еще во времена язычества. В те времена люди, которые жили на территории нынешней Европы, верили, что в лесу на деревьях живет злая нечисть, и зимой она становится более злобной. Чтобы задобрить духов, люди начали вешать на деревья угощения. Со временем эта традиция перешла в обычай украшать ель, сосну или даже пальму и кактус на Рождество или Новый год. Хотя существует легенда, что первым наряжать ёлку стал великий реформатор Мартин Лютер в 16 веке. В Европе тех лет ёлку украшали в основном яблоками и вафлями, а на веточке укрепляли свечи. Позже новогоднее дерево стали наряжать более разнообразно. Кстати, есть предание, что стеклянные шары придумали, когда случился неурожай яблок. Вместо настоящих яблок придумали стеклянные. Такое украшение так понравилось людям, что и в наше время можно найти стеклянные шары и другие игрушки тоже. В России ёлка появилась, когда Пётр I приказал отмечать Новый год 1 января. Случилось это накануне 1700 года. Люди были растеряны, потому что 4 месяца назад, 1 сентября, они уже отпраздновали Новый год, но против царя ничего не скажешь. В указе Петра I говорилось, по знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и мыжжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты и зажигать огни. А людям скудным каждому хотя бы по древу или ветке на вороты поставить. При Николае I ёлки стали очень популярны, ведь его жена Александра Фёдоровна была из Пруссии, где очень любили украшать ёлки. На ёлке располагали вифлеемскую звезду, фигурки ангелов и другие игрушки. В то время ёлку украшали так, что её и видно не было. В Российской империи с 1916 года ёлку ставить запретили, так как Синод признал эту традицию немецкой, а в то время шла Первая мировая война и всё немецкое было под запретом. Но в 30-е годы ёлку вновь стали украшать. Изменились игрушки. На верхушке красная пятиконечная звезда заменила вифлеемскую, а вместо ангелочков украшать хвойное дерево стали фигурками пионеров, красноармейцев, танков и самолетов. Кстати, многие игрушки не вешались, а окрепились, так как были на прищепках. В 40-е годы было популярно к фигуркам прикреплять кусочек ткани, таким образом получался парашют. В послевоенное время стали делать игрушки в виде циркачей и сказочных персонажей. В 50-е годы ёлочные игрушки стали делать не только из стекла, но и из пластмассы в виде овощей, огурцов, кукурузы, морковки. А в 60-е годы популярными стали игрушки в виде ракеты космонавтов. Позже появились игрушки-часы, ёлочные, баба-яга, Дед Мороз и Снегурочка. Сейчас очень большое разнообразие игрушек на любой вкус и цвет. На ёлках висят украшения разных времен и стилей. Давайте рассмотрим, как в других странах наряжают новогоднюю красавицу. Немцы вешают на ёлку шары, банты красного и золотого цвета, свечи, нередко можно встретить ретро-гирлянды в виде свечек. А щелкунчик и пряничные человечки – одни из самых любимых ёлочных игрушек. Также можно увидеть на дереве орехи золотого и серебряного цвета. А в Баварии настолько обожают мясо, что можно встретить игрушки в виде копчёного свиного окорока, баночек кетчупа и бальзамического уксуса. В Швеции ёлочным шарам предпочитают фигурки животных из дерева. Шведы настолько патриотичны, что любят вешать на ёлку гирлянды из маленьких флагов своей страны. У финнов очень оригинальные украшения из соломы. Они сделаны в форме геометрических фигур. Поскольку исторически так сложилось, что финны считают солому символом урожая, то в этих геометрических фигурах можно увидеть плоды урожая. Такие украшения вешают не только на ёлку, но и по всему дому. Между прочим, у шведов, финнов и норвежцев принято делать рождественского козла из соломы и красной ленточки и украшать им новогоднее дерево. В Дании популярно изготавливать бумажные сердечки из белой и красной бумаги, при этом их наполняют конфетами или орехами. Кстати, в музее Водансе можно увидеть экземпляр такой игрушки, сделанной самим Гансом Христианом Андерсоном, автором всемирно известных сказок. В Исландии распространено украшать ёлку фигурками троллей или гномов, ведь в этой стране к детям приходит не Дед Мороз или Санта-Клаус, а целых 13 рождественских троллей – ёлосвейнаров. Французы вешают на ёлку, как символ урожая, который несёт благополучие в дом, красные яблоки. Можно встретить украшения и в стиле яиц Фаберже. В Греции хвойную красавицу не часто встретишь, а украшают её большим количеством огоньков и гирлянд. У греков также принято наряжать гранатовое дерево. А ещё у них с давних времён на рождественские праздники украшали лодки и корабли, и эта традиция до сих пор сохранилась. А китайцы вместо ёлки украшают гирляндами, фонариками, фруктами и другими игрушками мандариновые или апельсиновые деревья. Украшения часто делают своими руками, например, из крафт-бумаги или обычной бумаги. Но главными украшениями являются цветы, выступающие символами любви, богатства, благополучия. Также на деревьях есть вероятность найти пожелания, написанные от руки. У японцев можно увидеть украшенные сосны или бамбук. Для жителей Японии очень важна символичность. Сосна представляет долголетие, а бамбук – стойкость. Украшают деревья оригами в виде птиц, веерами, колокольчиками, маленькими куклами и фонариками. А ещё они вешают темари. Это очень ценные и красивые шары, вышитые вручную. Интересно, что в Новой Зеландии и Австралии ёлки специально выращивают для новогодних праздников церковные общины и благотворительные организации. Таким образом, они собирают средства на свои нужды. Австралийцы украшают ёлки фигурками в виде ракушек, морских звёзд и, конечно же, каал и кенгуру. В Австрии зелёную красавицу принято украшать свинками, сделанными из стекла или фарфора. А у чехов – оригинальными игрушками из стекляруса. Поскольку в Бразилии не выпадает снег, то на ёлку кладут вату. Интересный факт. В Рио-де-Жанейро ставят самую большую плавучую ёлку. В парке Кантагала на озере Лагуа. Эта ёлка вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Каждый год ёлку украшают по-разному. В США помимо распространённых красно-зелёных украшений, на ёлку часто вешают леденцы в виде буквы «Джей» и спирали, а наверхушку – фигурку ангела. Интересно, что в 60-х годах, в стремлении помочь братьям нашим меньшин, американцы украшали зимой деревья во дворе едой, таким образом подкармливая птицы и мелких животных. В США, наверное, как нигде очень красиво украшают не только ёлку и дом внутри, но и снаружи. Во многих районах семьи даже соревнуются, кто лучше, красивее и оригинальнее украсит свой дом и территорию возле него. Голландцы пекут печенье в виде рождественских венков, которые привязывают к ветвям ели красными лентами. Украшают такие печенья по-разному, например, миндалём или шоколадом. Но довольно часто к приходу Нового года на дереве остаются только красные ленты, ведь как пройти мимо таких вкусняшек? В таких странах, как Италия и Мексика, не так распространено украшение ёлки, поэтому у них чаще можно увидеть красиво украшенные вертепы. В нём можно увидеть маленькие куклы, изображающие Христа, Богородицу, Иосифа, ангелов, пастухов. Рождественские вертепы становятся популярны и в других странах. В Гренландии любят украшать ёлки, как и в Германии, с зажжёнными свечами, хотя это довольно-таки опасно. В Ирландии украшают зелёную красавицу разнообразными игрушками, но так как символом страны является Святой Патрик, а с ним связан изумрудный цвет, то в окрасе большинства игрушек преобладает зелёный цвет. В Беларуси и на Украине, как и в России, характерно украшать ёлку разноцветными огоньками, гирляндами, всевозможными игрушками, шарами, мишурой, а на вершине чаще всего устанавливается звезда или острый шпиль. Кстати, самая дорогая ёлочная игрушка, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса, была оценена в 130 тысяч долларов. Она сделана из белого золота, 1578 бриллиантов и 188 рубинов. Как украшать ёлку или другое новогоднее дерево, каждый решает сам. Можно сделать это традиционно или же позаимствовать идеи у жителей других стран. Современные игрушки очень разнообразны. Есть игрушки, расписанные вручную, на некоторых изображены целые картины. Можно найти оригинальное украшение, например, в виде сыра, животных, следов, лапок животных, косточек, портретов комиков, композиторов, учёных и даже иконы и многих других фигурок. Посмотрите, какое многообразие! Но какими бы ни были украшения, главное, чтобы они приносили радость и веселье в дом, создавали атмосферу праздника и сказки. И не забывайте верить в чудеса в это прекрасное и волшебное время.